Радио Болтком Звонок на благотворительный телефон Подари Надежду Телефон для благотворительных звонков 9300-6384 Плата за звонок 1 евро 42 цента Доброе утро, дорогие радиослушатели В эфире программа «Зеленая лампа» Программа о тех, кому нужна наша помощь И для тех, кто хочет помогать Ведут ее сегодня Ольга Авдевич Здравствуйте Я Рита Трошкина И наша гостья, актриса Светлана Иванникова Доброе утро, Светлана Доброе утро, всем здравствуйте Здравствуйте, всем Как-то мы долго не виделись, уже соскучились Сейчас будем говорить и о кино, и обо всем хорошем Ну да И о театре С утра-то только о хорошем С утра только о хорошем А помогает сегодня «Зеленая лампа» Включается «Зеленая лампа» Для маленького мальчика, совсем маленького Ему 3,5 годика Зовут его Адриан У мальчика нарушение аутического спектра Отставания в развитии И очень нужна помощь для оплаты комплексной реабилитации Аботерапии и целого курса занятий на год И вот эта программа на год стоит 4500 евро В общем, не такая страшная сумма Вообще подниманная сумма, конечно Но для этой семьи, в которой двое маленьких детей У них малышки Алисы годик только То есть для них это очень большие деньги А занятия нельзя прекращать, потому что они помогают И реально нет А где эта помощь оказывается? В Риге Это всё будет в Риге, да Центр аутизма занимается аботерапией Это действительно очень серьёзные занятия Которые реально, мы видели результаты Реально помогают деткам с аутическим спектром А также эрготерапевт, физиотерапевт, логопед Какие хорошие родители Они всё-таки занимаются детьми Надо начать с этого Потому что, во-первых, они стали подозревать что-то Обратились к специалистам Нашли их Совершенно верно Удивительно Светлана, ты говоришь Потому что долго довольно не ставили диагноз Они обнаружили нарушение очень быстро у ребёнка И обращались ко всем специалистам Перечень Вот статья есть, где они только не были Ах, какие прекрасные Плюс генетический анализ делали Который оказался в норме И потом только вот нейролог Где-то в два года Нейролог обнаружил, что всё-таки аутический спектр И послали на АДЭС-тест Вот этот АДЭС-тест Он точно определяет И тогда уже стало ясно Но мама задела тревогу сразу А скажи, это же что-то новое, правильно? Да нет, не новое Лет десять назад тоже это было? Нет, в смысле тест или что? Потому что все жили Вообще не знали про аутисты Это дело для того, чтобы поставить точный диагноз И оформить ребёнку инвалидность Потому что, как правило, мама, у которой на руках Вот такой вот ребёнок с аутизмом Со стороны кажется, что ничего страшного Что вот ребёнок он видит, слышит Иногда, кстати, не слышит А иногда не говорит Да, как правило, не говорит Ходит на своих ножках Но это очень тяжёлое испытание для семьи И мы каждый раз с сожалением Вынуждены констатировать Что в нашем государстве Программы, комплексные программы Для того, чтобы этих деток К школе вытянуть, подтянуть И чтобы дать им шанс Как-то адаптироваться в обществе Не оплачиваются И единственное Минимально Это не даёт должного эффекта Потому что это нужно 24 часа в сутки Это нужно постоянно И мамы объединяются Мамы подали петицию в семь Собрали нам анабал с ЛВ Но пока что ВОЗ и ныне там И единственное Конечно, маме очень сложно Вот так вот публично выйти И сказать Вот у меня вот такой больной ребёнок Помогите мне Соберите денег Вроде как неострая история Но по-другому Нет, конечно, острая Но что говорить Конечно, это острая история Просто никак Ежедневная Да, конечно Постоянная Давайте напомним Наш телефон Который включается С этого вторника И до следующего вторника Для трёхлетнего Адриана 93006384 евро 42 цента за звоночек И вот всю неделю Ваши звонки могут лететь К этому мальчику Соединяясь Большую помощь А почему-то я думаю Это обязательно сделают Все позвонят Вот прямо сейчас же Откроют свои телефоны И сделают этот звонок Это на самом деле Абсолютная Естественная потребность Ты должен утром Сделать этот звонок И не спрашивать Куда Твоё дело Давать это А уже Куда это тратится Это не твоё дело Он полетит в нужном направлении Сто процентов И даст не просто надежду А даст жизнь Вот это Маленькому человеку Шансы Огромной жизни Конечно И будет жить мама с ним И папа будет счастлив И сестра Если он будет здоров Это же так просто Вот я всегда с восторгом Слушаю Это сказала актриса Светлана Иванникова Наши гости Напоминаем Она всегда Когда она приходит К нам в программу В гости Мы обожаем Просто Потому что она всегда говорит Что всегда есть надежда Не опускайте руки И надо сделать Дорогая Арта Я видела вашу фотографию Вы красавица Вы арт Объект Вот этой страны Поэтому я уверена Что всё будет очень хорошо В вашей жизни Света А ты помнишь Когда ты приходила к нам В прошлый раз Ты придумала Вот прямо здесь К второму Там замечательную идею Флэш-моба С номером телефона Нашего звонка Ну да Проснулся Почистил зубы Нажал на звонок Пошёл пить кофе Уже абсолютно Доволен собой Это вот Благодать Которая для тебя Ты нажимаешь И говоришь А вот скажи Пожалуйста Такой коварный вопрос То есть нажимаешь звонок Для того Чтобы тебе было хорошо А ведь это Эгоизм Это основа основ Я обожаю Эгоистов Потому что Он очень хочет Этот папа Чтобы его Ребёнок Прозвучал На рояле Где-то В каком-нибудь Крутом зале А ребёнок Ещё получает Хороший круг Общения Образование Умения Выбор Вообще Путешествия И так далее То есть Папа конечно Эгоист Он для себя Это делает Он хочет Погордиться Своим сыном То есть это вообще Некий папа Нет Ну вообще Да Какой-то папа Например Ну любой Или мама Так очень много Я лично эгоистка Я всё делаю Ну есть теория Разумного эгоизма Да В принципе Не просто эгоизм Разумный эгоизм Ну а что плохого в эгоизме Ты же Кому-то большой Пресс Цинизм Ну вот там Государственный цинизм Вот это фигня Вот это очень плохо Когда Такой цинизм На уровне государства Вот это А эгоизм Личный И вот тогда Когда государство Не может Оно ну как Просто не в состоянии Вот всем помочь Единственная надежда Мама Обратиться к людям И для Адриана Супы Открыть счёт В благотворительном фонде Be Open С которым Сотрудничает наша программа Зелёная лампа И реквизиты Для перечисления помощи Публикуются постоянно На сайте MixNews.lv В рубрике Зелёная лампа Вы просто заходите И там Вся информация Если вы захотите И в социальной сети Фейсбук На страничке Зелёная лампа И MixNews.lv Кстати тоже Я просто Можно добавлю Всё время хочу Нас очень часто спрашивают И мы хотим Ещё раз подчеркнуть Зелёная лампа Это радиопрограмма Это проект Радиоболтком И делаем его Мы Вот Ольга Авдевич Я Рита Трошкина И это Не благотворительный фонд У нас нет Никаких счетов То есть мы Сотрудничаем Благотворительным фондом БиО Зелёная лампа Вы просто освещаете Зелёный свет Благотворительный фонд Наша задача Соединить Вот эти два Два потока Показать направление Людей Которым нужна помощь И людей Которым Хотят помогать А таких у нас Очень много На самом деле Это подъёмная сумма Ну сколько этих денег Ты считаю Ты можешь взять И посчитать Два обеда Некоторые тратят Это за два обеда Ну так боже мой Можно поехать В гости Победать А эти деньги Просто отправить Мальчику 93006384 Евро 42 цента За звоночек Светлана А вот давай Вспомним Недавнюю историю Которую Ты нас тоже поразила Мы рассказывали Про многодетную семью Семеро детей Из Алуксной Где мама К своим четверым детям Прибавила Трёх Ещё усыновлённых Потрясающе И самая маленькая девочка Двухлетняя Оказалась очень сильно больна Мы собирали денежки С вашей помощью Дорогие радиослушатели Собирали денежки Сейчас эта семья Вот может даже Они уже вернулись Они вот буквально Были в клинике На пересадке Стволовых клеток В Польше А Света Когда про это Услышала Прочитала историю Она сразу Откликнулась А мы собираем Мы сейчас офисом Опять собрали Им большую Так расскажи Как это всё было И что А что было Ну что Я узнала Достали собирать Ну собрали вещи Собрали Машину вещей Отправили Машину вещей Ну это же тоже Очень всё просто Главное Немножко потратить Времени И немножко Вот прям Себе сказать Это вообще Ведь нормально Правда Ну вот я там Смотри всё Зеркало И говоришь Ну я в общем Не совсем говно Я даже Что-то могу Хорошее сделать И всё И сейчас Мы опять собрали Офисные Все собрали Большую коробку И в среду Мы отправляем Вот мы сейчас Говорим Это Озвучиваем Да И вот просто хотим Чтобы вы все это знали Может быть Кого-то это тоже Подтолкнёт На какие-то поступки Но Светлана это делает Да Подчеркнём Никому не рассказывает Она просто звонит Дайте телефончик Дайте адресочек А кому надо А кому надо это Кому надо это И так На протяжении Многих лет А ещё мы хотим Вспомнить Оля Вот ты хотела Рассказать Про нашу Сладкую ярмарку Ну началось Да Наше со Светой Такое благотворительное Сотрудничество В рамках Зелёной лампы Когда мы проводили Сладкую ярмарку И Света С восторгом Вообще Решила принять Участие Очень так Эмоционально И артистично Да Мы с Бояркиным были Парочка И мы Я лично Никому не давала Сдачу Но я сначала Спрашивала Давать сдачу? И все говорили Ну нет конечно И поэтому мы Набрали По-моему Очень приличную сумму На операцию ребёнка Все очень хотят Участвовать Им только нужно Дать этот повод Я уверена Что все хотят И с удовольствием Будут давать И не будут Брать сдачу Я готова Торговать любыми тортами Но ты ещё и сама пекла И сама пеку Пожалуйста Я могу и сама на печи Индивидуальную ярмарку устроить Я помню Мне очень запомнилось Тогда твое рассуждение Ты говорила Что Ну вот сумма Как скажем сейчас Цена счастья Вот этой семьи 4500 евро Для этого мальчика Что для кого-то Это просто Оттюнинговать машину А для кого-то Это практически Годовой Может быть Заработок Да Или годовая пенсия По инвалидности Ребёнка Вот Поэтому У всех Очень разные возможности И те Вот мы обращаемся К тем У кого есть Такие возможности Просто открывайте Фейсбук Зелёная лампа О том что у нас У нас У нас У нас У нас У нас Зарплаты Ужасные И всё равно Мы хотим помочь Хотим И естественно Поэтому больше даже Я насколько понимаю Больше даже помогают Обычные люди Ну Всякие Всякие бывают Всякие Вот видишь как хорошо Всякие бывают Так что друзья Друзья Соотечественники Нам надеяться Сейчас Можно только на себя На друг друга Вот пожалуйста Давайте мы скинемся И ещё одному мальчику Подарим жизнь Да И на самом деле Это ещё Очень Очень улучшает Микроклимат В обществе Безусловно Очень сильно Потому что Я не знаю Когда я сижу Вот с зелёной лампой Занимаюсь Что-то пишу Переписываюсь И мне кажется Боже мой Какие потрясающие У нас люди Взойдёшь на Фейсбук Начинаешь читать Приходишь в ужас Не надо читать Там ничего Я не хожу Возвращаешься обратно Как будто два разных мира Да получается 9-3-0-6-3-8-4 Давайте сейчас Быстренько Вот мы получили На ватсап Письмо От мамы Мальчика Которому мы помогали На прошлой неделе Это Лёня Устеменко Семья Мама Наташа Папа Рома Такса Боня Живут они в Кингараксе И Лёне нужно попасть В Петербург В Институт мозга Потому что у нас К сожалению Ну маленькая страна И маленький В общем-то Ну как Научный потенциал И технический потенциал И конечно Институт мозга В Петербурге Там совершенно Другие возможности И мы денежку собрали Собрали 7862 евро Приняли 1609 звонков Что составило 1995 евро Надо было собрать 6800 Так что Дельта у нас Почти 1000 евро Эти все деньги Будут на личном счету Ну да Они же потом Переходят Просто Потому что Лёне Таким детям Нужна постоянная Еженедельная Оплата Вот этих специалистов И в общем-то Вся семья Собирает деньги Работает только На это И вот пишет Мама Наташа Большая благодарность Вам за помощь В таком важном Жизне каждого ребенка Его родителей Дели как здоровье От нашей семьи Устеменко Передавайте по радио Большую благодарность Всем кто помог Добрые люди были Есть и будут Прекрасно Мы передаем Так, всех призываю Смотрите, что я делаю Зеленая лампа Видите, у меня забита Чтобы не париться Просто Раз В телефоне просто Нажимается и все Да, можете забить В телефон назвать Зеленая лампа Звонок полетел Понимаете Это очень просто Спасибо Добавлять сил Спасибо Огромное всем Звонок и сразу улыбка Наша гостья Светлана Иваникова Она уже столько Всего хорошего Она говорила Но мы все-таки Должны у нее спросить О ее личных делах О каких-то Поездках И планах Поездках, потрясениях О чем-то Да, потрясениях Потрясениях Скажи, пожалуйста Было две большие поездки После Сначала у меня была Поездка практическая А давайте напомним, что Светлана продюсер Компании Форма Про Филмс Она не хочет Про это говорить Но все-таки Нет, Форма Про Филмс Я могу сколько угодно Про нее говорить Это великолепная компания Да Мы делаем кино И делаем уже Не первый В Латвии И в общем-то Уже даже не десятый В Латвии И знают наше кино Просто в мире Мы работаем Сотрудничеством Мы забыли Забыли в самом начале Сказать, что у нас Хороший информационный повод Да, буквально на днях Последний фильм Кинокомпании Форма Про Выйдет на экраны В США Фильм называется Добрый сосед Добрый сосед Чудесная Совершенная история Выходит 17 июня 17 июня Добрый сосед Да И это Снимали здесь В Латвии Вообще Мы обожаем Наших актеров Боже Такого таланта Голливуд признает это И просто даже не парится Когда они потом Пишут сценарий Они нам рассказывают Ну возьмем еще И называют Просто по фамилиям Этих ребят Которые Ну я не знаю Невероятные совершенно Актеры Уровень очень высокий Диапазон огромный И поэтому Конечно У нас есть актеры Но у нас еще и шикарные Цеха То есть мы даем работу Но у нас на площадке Работает минимум 100 человек То есть работу Мы даем На период Этого проекта Огромному количеству Людей То есть цеха Очень талантливая Боже Не могу вам рассказать С фотографии Какой-то репортаж Сделать что ли Да показать людям Какие Огромные таланты Существуют В нашей стране Вы представляете Что-то происходит Постоянно Постоянно Где-то что-то рушится А где-то что-то происходит И надо отметить Что и во время пандемии Пока все сидели там Прятавшись дома Да Ваш компания работал Слава Богу Это случилось Мы все-таки снимали Мы все-таки снимали Потому что были контракты Мы выполняли Все обязательства Которые В масках Со всеми предосторожностями Там ни одна маска 82 Там все как надо И брызгали И мазали И в общем проверялись И все Каждый Но мы выполнили Все условия И все-таки Мы сняли кино Это очень тяжелая Была работа Но мы это сделали И прославились тем Что Микки Рурк у вас Застрял на целое лето По-моему Он вообще не против Он приехал И пожить тут Ты можешь подать Приехал Он смог уехать Сначала он вообще Был насторожен Он вообще такой Обособленный уже Заманили Демоны В результате Он как-то так расслабился И сказал Куда угодно с вами А в принципе Все кто уезжает от нас Они хотят вернуться Искренне Просто по-настоящему Вдруг понимают Что здесь не оборотни Как во французском справочнике 19 века написано А нормальные люди А что написано Во французском справочнике А Латвия Страна оборотней Это что это такое Я думаю Да Ничего себе Надо протест Протест Франции объявить Светлана Мы очень давно Мы очень далеко ушли от вопроса Который был изначально задан Что для нас характерно Начинаем об одном Куда вы расширяетесь И расширяемся Последняя поездка Последняя поездка И самые яркие впечатления Я не знаю Можно ли говорить Короче Пока еще ничего не случилось Нельзя Я сейчас подумала Что наверное не очень Ну немножко можно В общем мы были в Каннах У нас там были деловые встречи Мы не были на просмотрах А просто работали Как нормальные люди Едем на фестиваль Поработать В общем все работали Как эти папа Карла С утра до ночи Что происходит И здесь то же самое Потом мы ездили Были в Саудовской Аравии Это стран Страна очень интересная Я советую всем Как-нибудь так на нее Обратить внимание Это прекрасная страна Никто ничего почти не знает Про Саудовскую Аравию Они только-только стали открываться Пришел новый принц И он дал свободу И в общем где-то Чтобы не соврать Может быть До нашего приезда За полгода Женщины не разрешили Сидеть за рулем Ну то есть Вот прям вести машину Он такой открытый Он старается все-таки Это невероятное Это правда Дико красиво Но Если вот так вот Видеть это все Эти машины Эти дома Эти маленькие Большие дома Огромные дома И понимать Понимать вот это все Оазисные дела То есть там Очень много деревьев Цветение большое Две недели цветет Все Это у них весна А потом страшная жара Но все вот это Они построили За 15 лет Понимаете 15 лет на все вот это И я еще добавлю В пустыне Что вообще должно Случиться такого А я прямо знаю что Чтобы за 15 лет Сделать Не просто дорогу А прямо идеальную То есть А я вот думаю Что все Моя версия Абсолютно Да еще есть же Страна Которая это попробовала И сделала Эстония Понимаете Что должно быть Нет коррупции Просто Без коррупции Или как там Например Еще до сих пор Немножко подрубливают Головы где-то Ну чуть-чуть Осталось А так вообще-то Люди привыкли Что ну Не должно быть этого Ты просто не воруй Ну не воруй Умоляю Мы не будем тогда Собираться Пусть даже Вы лишитесь работы Но пусть государство В конце концов Возьмет и подумает Остраждаши Мы так мечтаем Чтобы мы лишились работы И пусть можно сделать дорогу Хотя бы одну Конкурс Кто Может Назвать мне Хоть одну дорогу Улицу Которая отремонтирована От начала до конца Если этот человек найдется Я выставлюсь Публично Все ждем Ждем откликов Никто не найдется Нет такой дороги То есть ты не рискуешь Ничем Ну вообще не рискуем Давайте просто звонить Благотворительную акцию Давайте делать Вот сейчас на своем месте Что мы сами можем Вот это действительно От нас зависит А напоминаем Что помогаем мы Маленькому трехлетнему Адриану Совершенно чудесный ребенок Он очень Очень хорошенький Это вообще Вся семья Очень красивая Да и малыш Она все светится Там глаза Все светятся И малышка У них годовалая Алиса Тоже Ну просто какие-то Вот кукольные Киношные дети Очень красивые И конечно Очень хочется Чтобы у Адриана Все было хорошо Потому что Ну проявление Там в статье Очень подробно Описано Да То есть он И на имя Не отзывался Ну знаете Вот почему я говорю Что помогает Занятие с логопедом На которое Очень трудно попасть Там мама рассказывает Сколько они месяцев Ждали одного специалиста Сколько другого И как трудно попасть И почему вот нужна Эта помощь материальная Потому что Государственная программа Есть Которая оплачивается Но там во-первых Мало занятий А во-вторых Очереди безумны Месяцами А иногда и годами По два года иногда ждут Очередь на то Почему нельзя подготовить Очередь на то Чтобы встать В очередь Существует Это скажет Есть ответ Это скажет Каждая мама Так же как здорово Да Это скажет Каждая мама У которой Дети с какими-то диагнозами Да конечно Это же только Попробуй залезть в шкуру Хотя бы на полчаса Ну так вот Я хочу сказать Продолжу Да что Уже логопед За пять занятий Вытащил Из ребенка речь То есть ребенок Который говорил Отрывистые Какие-то там Короткие звуки Сейчас он говорит Спасибо логопеду Молодец Профессионал Да Уважаю Ну конечно тяжело Потому что Проблемы с поведением Бывают дома У мальчика реакции Такие всякие разные Сложные И маме очень тяжело И даже дело не в том Что ей тяжело Лично А в том Что с этим Это можно сейчас решить Пока он маленький совсем Пока он маленький Это у него вся жизнь До скольного возраста Сейчас мы вкладываемся В его жизнь А не в один эпизод Жизнь маленького человека Ну конечно Которая растет Света Можно личный вопрос Давай За эфиром ты начала нам Рассказывать о своем Личном опыте Который Вот тебе довелось Пережить во время пандемии У нас У всех Это большое путешествие На тот свет Это Саудовская Аравия Кан Еще и на тот свет Ну и зачем Ты пугас нас Меня зачем-то Тут оставили То есть это просто ковид Ну это какой-то двойной Там долгая история Я не хочу Как я в результате Оказалась в этой палате Откуда вывозят Уже в долгий Пожищальный путь А что в тебе изменилось А во мне изменилось Очень много Ну я и так-то Довольно позитивно настроена Потому что думаю Тратить надо жизнь Именно на это На пустяки На вот этот Дурацкие разговоры На улыбки И так далее Они на какие-то там Не буду даже перечислять На что А здесь я прямо Абсолютно Поняла Что я права Я права Потому что То что ты сделаешь Или не сделаешь Позвонишь Или не позвонишь То что ты скажешь кому-то Или хорошее Или плохое А то что ты кому-то Объяснишься в любви Или ты Ну что-то Душевное сделаешь Это может быть Оказаться последним Твоим То есть надо успеть Сделать то что А понимаешь ты же не знаешь Сценарию ты не пишешь Ты не знаешь Как это может случиться Я точно так же Кто мог знать Про мою эту историю Но я точно так же Поняла что я Села в машину И меня отправили На карете И все И когда надо было Вот уходить Это как в том анекдоте Иванов не хочет Расстрел отменяется Когда надо было Мне выходить Я сказала Стоп Что значит Я не Нет Нет Я не иду У меня же столько Еще недоделанного Я вдруг Все поняла Еще не все успела сказать В том то и дело Я вдруг все поняла Что Ребята слушайте Ну правда Каждую минуту Вы должны понимать Что она может Эта жизнь Вмиг остановиться И ты как дурак Уйдешь Абсолютно С недоделанными вещами И сколько А главное что Видишь Ты как эгоист Ты хочешь остаться А сколько людей Счастливы от того Что ты не ушел Ну понимаешь Тут такая взаимосвязь Бесконечная А кто-то очень плакал Когда были Вот уже Опасность такая А не надо Чтобы плакали Надо прямо Вот успевать Понимаете Надо каждую минуту Думать о том Что это может быть Последняя твоя минута И это вообще Никак не шутка Напоминаем Номер телефона 930-6384 Евро 42 цента За звоночек В помощь Трехлетнему малышу Адриану Светлана Мы тебя должны Сейчас отпустить Да Осталось у нас Две минуты И ты можешь Объезжать Но после Программа Программа Продолжается у нас И будьте с нами до конца Потому что мы вам расскажем Очень подробно О программе Большого Красивого Семейного фестиваля Детского праздника Который будет проходить 5 июня На Кипселе Оставайтесь с нами Еще Пока Света еще с нами Здесь В студии Да Мы хотим спросить У нее такой вопрос Вот завтра Знаешь какой день завтра День защиты детей Я дополню еще Это день защиты детей А кстати А сегодня Кстати Международный день Блондинок Если что Но я не это мило веду А завтра 32 мая Тебе о чем-то Говорит Это даст Конечно Мы когда-то зарыли На одном Сусадебном участке Бутылку шампанского С этикеткой 32 мая Да Это журнал Прелестный Был совершенно коротко Жил Кстати я про это Даже не подумала Что мы издавали С Ольгой Такой журнал Коротко да Только коротко Было жаль Вот эта фраза Ну ничего еще Все впереди Надо так думать Вот эта фраза Из фильма Тот самый Мюнхгаузен Она вот Наверное тебе близка Что каждый Разумный человек Должен Периодически Вытаскивать себя За волосы Ну да Из болота Да Слушайте Ну вот это как мальчик Вот этот Адриан Да некому надеяться Только на себя На друга своего На свою семью Вот на это и надо Надеяться Ну и самому Не плашать В общем надо Во всем участвовать Мамочка Андриана Красотка Арта Арта дорогая Все будет очень хорошо Я верю Я верю в соотечественников Вот так Спасибо большое С нами была Светлана Иваникова Актриса И наш большой друг Спасибо девочке Что зовете Да чего мне приятно Что я что-то хотя бы Хоть чуточку Могу сделать Это не чуточку Это очень много Светлане Надо сейчас По важному делу Уходить А мы продолжаем Программу Не отключайтесь От радио От радиоприемников До свидания Всем Хорошего дня Не забудьте Завтра лето Надо в конце концов Сарафаны надевать Забавно И ситься В дождь Спасибо Надеемся на хорошую погоду Спасибо Света Удачи А вы остались с нами И снова здравствуйте И сейчас мы вам расскажем О программе Фестиваля Фэмили Фест Рига 2002 Который планируется На 5 июня Воскресенье Пройдет он Назад Чусали Мы надеемся на погоду Да Прогноз погоды Неплохой Обещают все-таки Что Как-то у нас Распогодится Вы на всякий случай Помедитируете Тоже все Да Все подумают Потому что программа Просто роскошная Весь день С 12 до 19 часов На разных площадках Будут происходить Различные мероприятия На открытом воздухе Для детей и родителей Будут работать Просто Знаете что еще Самое главное Вот мы вам сейчас скажем Вы забудете Где найти информацию Есть группа такая Фэмили Фест Рига 2002 На фейсбуке И там 2022 2022 2022 И там в режиме онлайн Постоянно обновляется программа Представляются участники Итак В программе Выставка Ретроавтомобилей Это Детям разрешат По ним полазить И пофотографироваться Спортивный эстафет Это настоящий Рыцарский турнир Пиратский квест Черная жемчужина Лотерея С ценными призами Потом Мы Чуть позже Рита Расскажет Какие призы Есть в лотерее Три команды Аниматоров Будут Развлекать детей То есть это будут Костюмированные Профессиональные Люди Которые будут играть Бегать Прыгать Танцевать С вашими детьми На сцене Будет происходить Концерт детских Музыкальных Танцевальных Коллективов Будет Фокусник Выступать И играть С детьми Вот в эти фокусы Будут Аттракционы Которые Профессиональные Такие вот Игровые Разные вещи От компании Babyland Будет Зоопарк Вот присоединился Тактильный Зоопарк Называется Империя птиц Но там Не только птицы Там будут И кролики И даже удав И детям будут Рассказывать Про этих животных С ними можно будет Сделать фото На память Зоопарк Будет С часу До пяти То есть Мероприятие Все это с двенадцати До семи часов Параллельно С часу До пяти Рыцари Будут Заниматься С детьми Будет Рыцарский турнир Детям покажут Доспехи Оружие Дадут все это Подержать И даже будет Организован Для детей Турнир За сердце Принцесса Значит Какой-то там Назначенной Красавицы И доспехи Будут специальные Из латекса Или из поролона Сделаны для детей Чтобы дети Могли То есть Тоже играть В рыцаре Недавно Присоединилась Творческая студия Атмосферы Это такие Костюмированные Красивые Артисты Куклы На ходулях Они будут там Ходить То есть Визуально Для детей Это будет все Очень интересно А Зачем Все это Придумано Так как Вот завтра День защиты детей Это ближайшие Выходные То Для подшифных Деток Нашего проекта Зеленая лампа Это двойняшки Миша и Ксюша Егорова И Елисей Василенко Будут собираться Денежки Каким образом Денежки будут собираться Как можно будет Поучаствовать То есть все Все аниматоры Все ведущие Диджеи Все компании Которые предоставили Оборудование Они это все Делают Бесплатно Праздник Бесплатный Но родители Которые приведут Туда своих детей Им будет предложено Поучаствовать В сборе средств Вот для этих Наших подшифных деток Будут стоять Коробки Для пожертвований Запечатанные Туда можно будет Опустить денежку И для этого же Придумана лотерея То есть лотерею Лотерейный билетик Можно будет Приобрести По минимальной цене 1 евро По максимальной Вот такая купюра Которую вы Посчитаете Нужным положить Вы заполните Этот лотерейный билет Оставите И даже если вы уже К закрытию И к розыгрыше Уйдете То вам позвонят И ваш приз Обязательно вам Доставят И что самое интересно Вот дизайнер Катерина Муц Которая придумала Этот праздник Она дизайнер Детской одежды Там будет еще Очень красивый Костюмированный Вот показ Моделей детских Она привлекла Всех своих Друзей И знакомых Дизайнеров И будет разыграно Очень много Авторских работ Вот среди них Авторские Вязанные Вещи Очень стильные От самой Ой От дизайнера Екатерины Вейс Свечи Ручной Работы Очень красивые Оригинальные Авторские Игрушки Ручной Работы Вот чтобы вы Представляли Надо зайти на Страничку Family Fest Рига 2022 Там они Не сфотографированы Там просто Я уже вчера Смотрела И думаю И я хочу В этой лотерею Участвовать Книги детские Развивающие Игрушки Картины Посуда Расписанная Вручную Подарочные Карты От Анны Джибути На детскую Фотосессию От фотографа Анны Джибути И вот Конечно В 17.30 Состоится Детский Показ Муд Который Будет Называться Цветочная Сказка Очень красивый От Катерины Мудс А с 18 18 часов Часовая Программа Это будет Спектакль Очень красивый Тоже яркий Спектакль Алиса В стране Чудес Который Привезет Молодежный Театр Инспайр Режиссер Светлана Бара И все это Будет Проходить На Затю Сало Затю Сало Красного 27 За мостом Рядом С телецентром Там есть Большая автостоянка И самое главное Хотим подчеркнуть Это все Бесплатно То есть Вы приходите Вы хотите Покупаете Лотерейный билетик Помогаете детям Но все мероприятия Игры Сказки Бегалки Прыгалки Рыцарские турниры Футболы Танцы Выставка Ретроавтомобиля Это все Можно бесплатно Посмотреть Просто для того Чтобы В Риге Вот мы спрашиваем Катерину Мудс Зачем вообще Вам это все нужно Это такая огромная подготовка Там задействовано Огромное количество людей Вот просто хочется Чтобы в Риге Был какой-то праздник Хочется Чтобы люди улыбнулись Всем очень тяжело сейчас Да Еще и лето Никак не начинается Надеемся Что вот 5-го числа Лето Вступит в свои права Поэтому Запишите себе Эту дату С 12 до 19 часов Назадь у сала Возле Телестудии Возле телецентра Будет состоится Вот этот Семейный фестиваль Фэмили фест И уже напечатаны Специальные плакаты С фотографиями Вот этих наших Миши и Ксюши И Елисея Чтобы наглядно Было понятно Что это очень Как сказать Этот очень целевой Сбор денег Вот И он пойдет На помощь деткам Вот Конкретных Двух семьях Вот Можно будет увидеть Как эти детки Выглядят А мы делали программы Про них Многие даже помнят Наверное Двойняшки Миша и Ксюша И маленький Елисей Очень симпатичный Мальчик У которого После первой поездки В клинику Бехтерева И вот Был очень большой прогресс И надо продолжать Это лечение Поэтому Помощь Любая помощь Любой евро Будет очень Очень на пользу Ну и в принципе Это очень хорошая Площадка Там зеленая трава Там красивый вид Там огромная Огромную территорию Взяли под этот праздник И это будет Просто Огромное удовольствие Для детей Приходите всей семьей Приходите Можно на целый день Можно в любое время Ну Значит Напоминаем Что с 12 до 19 Все мероприятие Спектакль 18 С 13 до 17 Рыцарский турнир И зоопарк Программу надо прочитать Потому что так трудно Завод И в 17.30 Показ мод Цветочная сказка С огромными Красивыми Цветочными Какими-то Декорациями И напоминаем Что сегодня Зеленая лампа Включалась При поддержке Актрисы Светланы Иваниковой Которая вот уже убежала По важному делу Но включалась она В помощь Маленькому рижанину Адриану Которому Три с половиной Годика У мальчика Нарушение Аутического спектра Отставания в развитии Чтобы справиться с этим Нужна постоянная реабилитация Занятия с логопедом Эрготерапевтом И аботерапия На год Вот вся эта комплексная программа Стоит 4500 евро В семье двое маленьких детей Год назад родилась дочка Алиса Мама старается все успеть Она конечно выбивается из сил И вот знаете что Хочется подчеркнуть Что мама Арта Она всегда сама активно Очень участвовала И делала пожертвования В помощь детям С особыми потребностями Вот постоянно откликалась Постоянно переводила денежки И была сама волонтером У девочки с инвалидностью А сейчас она вот Она грустно улыбается И говорит А сейчас я оказалась С другой стороны Этой проблемы Вот была по одной стороны Сейчас с другой стороны И ей самой пришлось Обращаться за помощью к людям Потому что ну не вытянуть Очень трудно Семье с двумя детьми Вытянуть вот такие вот расходы Это же не все расходы То есть это только часть И здоровье ее маленького сына Зависит от того Как много удастся сделать вовремя Вот прямо сейчас Пока он маленький И как это не грустно Здоровье зависит от денег Оплаченных занятий По госпрограмме Не хватает категорически Везде огромные очереди На месяцы Поэтому приходится Искать другие возможности И обращаться За помощью к людям Наш телефон 93006384 Евро 42 цента За звоночек Работает для трехлетнего Адриана До следующего вторника До 7 июня А счет помощи Открыт благотворительным В фонде Be Open Вы его найдете На наших страничках В социальной сети Facebook Страничка Зеленая лампа А также на сайте Mixnews.lv В рубрике Зеленая лампа Там же есть Рассказ подробный И фотографии Этой семьи Спасибо всем За каждый звонок И за любую помощь Напоминаем Что завтра День защиты детей Всем хорошего дня Всем готовиться К защите детей Хорошей недели И хорошей погоды Всего доброго И до следующего вторника До свидания